В единый день голосования 13 сентября в 8 часов утра в Ямальском районе стартовали выборы. На территории райцентра были открыты три избирательных участка – в здании Дома культуры, в здании спортивно-оздоровительного центра «Арктика» и на первом этаже Ямальской школы-интерната. Одними из первых избирательные участки посетили первые лица района. Мы выбираем сегодня в законодательное собрание депутатов, в районную Думу, поэтому хочется верить, что туда придут самые достойные, профессиональные люди и будут издавать такие нормативные акты, которые бы только служили на благо людям. «Лучше, чем потом говорить, что вот за меня все решили, лучше прийти и решить самому, за себя. Во всяком случае, ты будешь уверен, что твой голос не остался незамеченным, и он попал в ту точку, куда ты хотел его поставить. Поэтому, мне кажется, надо идти и голосовать, несмотря на то, что вы думаете в общем о выборах. Это долг каждого человека, каждого гражданина». Некоторые приходили голосовать поодиночке, а некоторые – целыми семьями. Семья Бовть, к примеру, утреннему сну предпочли народное голосование. Ранним воскресным утром все вместе пришли на избирательный участок. Скоро в семье ожидается пополнение, а сейчас сыночки Даниил и Егор вдвоем помогают маме и папе опускать бланки в урну для голосования. «Да, мы всей семьей всегда приходим на выборы, дети с удовольствием приходят, голосуем». Выездная избирательная комиссия приходит к тем, кто не смог посетить участок самостоятельно. Ведь каждый голос важен. Так в Ярсалинской центральной районной больнице комиссию уже ждали. Правила те же – заполнение документов, выдача бланков и процесс голосования. Жители самого северного поселения района Сиехи всегда ответственно подходят к выполнению гражданского долга. И выборы 2015 не стали исключением. Как говорится, сделал дело – гуляй смело. Селяне приходили на избирательный участок с самого утра. На всех участках были созданы необходимые условия для того, чтобы избиратели могли изъявить свое избирательное право и почувствовать атмосферу праздника и торжественности в этот ответственный день. И результаты не заставили себя долго ждать. По итогам голосования явка в Сиехе составила 96,57% от общего числа избирателей. Дать надежду для нас и для поколения будущего, и для развития Сиехи, и для развития самого полуострова Ямала. Голосование в новом порту также проходило строго по графику. Возле столов регистрации выстраивались целые очереди желающих отдать свой голос достойному кандидату. Бюллетени падали в урны один за другим. Новопортовцы понимали всю возложенную на них ответственность. Ведь в этот день, помимо депутатов, они выбирали главу поселения. Мы делаем выбор, ищем нашу главу. У нас перспективный глава. И уже началось изменение в поселке. Дороги у нас появляются. Открылся новый стадион у нас. И так благоустройство поселка. По-видимому, мнение наших респондентов разделяют и многие односельчане. Так как на досрочных выборах главы села Новый Порт убедительную победу одержал Сергей Сеин, набрав 83,89 голосов избирателей. Об итогах выборов 2015 мы поговорили с председателем избирательной комиссии Ямальского района. Очень высокая явка избирателей в Ямальском районе. Больше, чем во всем автономном округе. На очередном заседании территориальной избирательной комиссии мы уже подведем итоги полностью. И зарегистрируем избранных депутатов районной думы муниципального образования Ямальский район 5-го созыва. Выборы 2015 завершились. Итоги подведены, кандидаты выбраны. Но время летит быстро. И ровно через год избирательные участки вновь распахнут свои двери для нас, избирателей. Ксения Яковкина, Олег Севастьянов, Сергей Тарасун, Егор Коньков, Владимир Беленко, Иван Дармаграй, Ямальское телевидение.